Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Бавовна, ребятки! Без Бавовны совершенно никуда! А сегодня Бавовны было просто, я вам скажу, море. Это Нижегородская область и Липецкая область, Курская Народная Республика, Московская область, Орловская. Короче говоря, куда только оно сегодня не прилетало. И что характерно, везде они все сбили, все беспилотники упали. Ну там, правда, что-то там снесло обломками. Ну, мы же в курсе дела, что нет зверя страшнее, чем обмылок. Ой, извините меня, обломок, да. Вот они не боятся ничего, расширство в другой раз, ни того, ни сего, а вот обломков боятся очень сильно. Итак, друзья мои, давайте разберемся, что же. Будем распутывать такой Бавовняный клубок, который сегодня произошел. Это был совершенно замечательный случай. Итак, начинаем с Нижегородской области, потому что там более-менее понятно, куда прилетело. И что, как говорится, прихлопнуло, как таракана, тапочкам. Дроны атаковали российско-фашистский завод имени Свердлова. Одно только название коммунистическое, вот это вот, подумайте. Завод имени Свердлова. Чтобы вы понимали, Яшка Свердлова, это же был коммунистический деятель при Сталине. Виновный в тысячах жертв советских людей, но кому... Господи, для России это же... Для России это только плюс. То есть от таких мерзопакостных названий блевать хочется, то, что там на России. Ну, вот они им нравятся. Завод Дзержинский. Город Дзержинский. Господи, прости, название. Одно только название, это еще одно рвотное. Дзержинский, это же бандит из бандитов. Основатель этого ЧК. Но им нравится. Они тащатся. Памятники ему еще посередине поставьте. Может вам еще одного Дзержинского. Правда, уже есть, да. Значит так. Завод являлся крупнейшим на России производителем взрывчатых промышленных. Взрывчатых веществ. Ну, для какой промышленности? Например, там нефтегазовые, для геологии, геофизических работ, сейсмических работ и так далее. Вот, то есть эта взрывчатка довольно востребована. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что в условиях, когда бандитская Россия напала на Украину, все вот эти промышленные варианты, это вторичное, первичное, понятное дело, это военное производство, которое на этом заводе было. И туда-то и были прилеты. Причем, как докладывают туземцы, и по видео видно, видео, фотоматериалы в описании к данному ролику, там их несколько, там все совершенно очевидно, что были конкретнейшие прилеты, именно по предприятию, и никто там никого не сбил. Хотя, конечно, да, сбили, да. Они же сбили наши замечательные беспилотники, бедные, несчастные, маленькие, вот именно корпусами того самого предприятия, по которым они елитили. Ну, мы же в курсе, какое у них ПВО. Оно всегда работает по одному и тому же шаблону. Да, на фото-видеоматериалах прекрасно видно, что взрывы были на территории предприятия. Аборигены насчитали не менее семи взрывов, которые там произошли. Что интересно, по видеоматериалам данной ситуации, местным очень понравилось. Они бурно высказывали на единственном известном и матерном языке всю бурю своих собственных эмоций. Вот, ну, кроме этого языка, по-моему, они вообще никому больше не разговаривают. Причем, что интересно, от маленьких до очень крупных особей. То есть, они все говорят на одном и том же, вот этом вот малопонятном для всего остального мира языке, вот, который они почему-то хотят защищать в Украине. Ну, окей, хорошо, это такое дело. Вот, в любом случае, дроны достигли своей цели. Меру и степень разрушений на этом бандитском предприятии мы узнаем немножечко позже. В любом случае, российская военная, это абсолютно легитимная военная цель. И российская военная машина понесла, как говорили при Леониде Ильича Брежневе, незабвенном серьезный урон. Да. Ну, значит, все хорошо, все правильно. Собода Украины.